Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас очередная комиссия по возгласе преступлений и правонарушения на территории нашего городского округа. В начале заседания за добросовестное выполнение должностных обязанностей наградили сотрудников Центра гражданской защиты. Этим летом они спасли тонувшего подростка. Спасибо большое. Как и реактор, мы можем включить примеры нашего городского округа. В повестку заседания в этот раз включили пять вопросов. Первые рассмотрели проблему несанкционированного выброса мусора на контейнерные площадки и в лесные массивы. В борьбе с навалами помогает система видеонаблюдения «Безопасный регион». В июле в полицию было передано три видеоматериала, на которых зафиксированы лица и транспортные средства нарушителей. Рассмотрели тему межмуниципальных и межэтнических отношений. Работа по социальной и культурной адаптации мигрантов ведется совместно с администрацией округа. Целей множество. Познакомиться с законами Российской Федерации, сблизить тех мигрантов, которые работают у нас, приобщить к обществу и исполнять те законы, которые они должны исполнять на территории Российской Федерации. Здесь я с вами совершенно согласен. Работа проводится. Я думаю, что и понимаю, что она успешна. Поэтому в этом направлении будем продолжать нашу совместную работу. Вопрос общественной безопасности стал третьим в повестке. На помощь правоохранителям также приходит система видеонаблюдения «Безопасный регион». Напомним, в нашем городском округе установлены 4257 камер. Из доклада следует, что количество преступлений за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось. Благодаря имеющемуся доступу у сотрудников полиции к просмотру записей, в зависимости от периода за 6 месяцев 2024 года с использованием системы «Безопасный регион» было раскрыто 68 преступлений. Был рассмотрен вопрос соблюдения миграционного законодательства. В этом отношении также проводится большая скрупуезная работа. Всего за 6 месяцев 2024 года отделом по вопросу миграции межмуниципального управления Матерасии Щелковской на миграционный учет было поставлено 26,5 тысяч иностранных граждан. В завершение заседания заместитель главы городского округа Алексей Коршунов сообщил о выявлении и устранении фактов незаконной торговой деятельности. Планомерный подход дает результаты. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.